Здравствуйте, тельцы! Давайте делать прогноз на неделю. Так, сразу приступим к нему. Что ждёт людей под знаком Зодиака Телец с 29 марта по 4 апреля? О, друзья, комбо, просто комбо. У вас три старших аркана из трёх. Давайте разбираться, тельцы. Значит, карта у вас хорошая. Сразу хочу отметить, да, у нас колесница, карта двойственности, у нас мужчина и женщина, у нас верховная жрица, карта двойственности. Так, очень интересная неделя у вас предстоит. Однозначно будут какие-то ситуации, которые посланы вам судьбой, которые посланы вам свыше. Которые вы должны понять, осознать. Во-первых, колесница, которая нам даёт общую характеристику предстоящей недели, она говорит о том, что, во-первых, вы движетесь в правильном направлении. Вы знаете, чего вы хотите, и вы знаете, как это получить. Вы можете двигаться быстро, можете двигаться медленно. Чаще всего по колеснице это медленно. Но вы двигаетесь уверенно. И самое главное, что вы идёте туда, куда нужно. Поэтому эта карта, она говорит о том, что на этой неделе правда будет на вашей стороне, силы будут у вас, ну, их будет много, сил у вас будет много, решимости, уверенности в себе. Этого вам тоже не занимать. И вы должны продолжать своё движение. Если у вас будут возникать какие-то препятствия, какие-то страхи, неуверенности в себе, все мы живые люди, всё это может быть. Какие-то люди, которые посеют зерно сомнения какое-то. Знайте, что вы делаете всё правильно. Что вы знаете, что вам нужно, и как вам это получить. И кто бы что ни говорил, вам лучше знать. И только вы решайте, как вам действовать на этой неделе. Вот просто зелёный свет. Действуйте, всё равно продолжайте действовать. Даже если что-то тормозится, даже если что-то отменяется, переносится, продолжайте движение, не опускайте руки, идите вперёд. Это точно. Карта совета император. Она рекомендует вам быть уверенными в себе. Вот всё, что, понимаете, что я вам сказала по колеснице, да император нам усиливает, он даёт совет, как действовать. Будьте уверены в себе, будьте сильны. Вы знаете, если вдруг вам нужно будет убедиться в своей правоте, ну, найдите вы этого авторитетного человека, с кем вы можете поговорить. Но вы вообще, у вас есть достаточно знаний для того, чтобы самому себе объяснить, зачем вам это нужно, зачем вы туда идёте. Верховная жрица у нас в завершении, она говорит о том, что вы можете сталкиваться в процессе вашего пути, вы можете, как сказать, получать какую-то новую информацию, которую вы не имеете ещё. Будьте к ней готовы. Это может быть тайная информация, это может быть скрытая, может быть, кто-то из людей целенаправленно от вас что-то скрывает. Кстати, эта карта может говорить и об интригах, но у вас абсолютно точно хватит всего, чтобы дойти до конца, чтобы реализовать свои цели, чтобы всё, что вы запланировали, чтобы это осуществить. Может быть, не на этой неделе вы получите результат, но вы его получите однозначно, и вы должны продолжать своё движение. Эта карта может указывать как на какие-то краткосрочные цели, планы, так и на длительные, многолетние. Но вы делаете всё правильно. Что ещё важно сказать? Какой ещё из вариантов интерпретации могут нам дать эти карты? Для некоторых из вас эта неделя обыграется судьбоносной встречей человека противоположного пола. Чаще всего это будет связано всё-таки с отношениями личного характера, то есть с любовными делами, либо с сексуальными какими-то делами, ну, именно с интересом. Не друзья, а именно как бы интерес к партнёру. Поэтому для некоторых из вас это обыграется какой-то лёгкой интрижкой, но которая может перетечь в длительную историю. Поэтому будьте осторожны. Если вы девушка, то вы можете встретить мужчину, который может и не очень серьёзные намерения к вам иметь, который может быть женатым. Разбирайтесь на берегу. Если для вас такая форма отношений приемлемая, пожалуйста, как бы. Ну, я никогда там, ну, не говорю категорично людям, что им делать и чего им не делать, да? Сами разбирайтесь. Но разбирайтесь на берегу, потому что на этой неделе может быть какая-то информация скрыта. А так как у нас Верховная Жрица, это карта достаточно такой сильной сексуальной энергии и каких-то тайн, то это может говорить о том, что человек может от вас скрывать эту информацию, но интерес сексуальный к вам иметь. Также, если вы мужчина, также разбирайтесь, с кем вы общаетесь, что вам этот человек как бы пытается, кем казаться, кем он является на самом деле. Разбирайтесь, не надо торопиться. И если у нас касается тема именно любовных отношений, перспективы, да, вот серьёзных каких-то отношений, помните, колесница всё-таки рекомендует не спеша двигаться. Двигаться, да, но не спеша. Поэтому, да, бы не обманываться, да, бы не разочаровываться потом, не очаровывайтесь изначально и не торопитесь. Так же, если вы для людей, которые имеют отношения, да, для не одиноких, а имеющих партнёра, так же будьте внимательны. И по отношению к вам могут быть, может быть проявлен интерес со стороны человека, и вы можете сами того, не ожидая, ввязнуть в любовный треугольник. Так же и по отношению к вашему партнёру могут какие-то лица проникать, чтобы, ну, понимаете, да, какие-то интриги создавать. И тоже человек мог, может сам не быть инициатором этого, а инициатива может быть от каких-то третьих лиц. Поэтому тоже имейте это в виду. И я в таких случаях всегда, знаете, как советую, если вы одинокий человек, как бы вы играете там по одним правилам, да, но если вы находитесь в отношениях, и если есть риск того, что к вашему партнёру может кто-то проявить интерес, начните проявлять интерес сами. В эти моменты нужно не человека контролировать, не в телефоны ему к нему лазить, и не истерики и скандалы закатывать, и излишней подозрительностью изводить человека. Нет, в это время нужно самой превратиться в любовницу, либо самому превратиться в ухажёра и начать заигрывать со своим партнёром. Вот это беспроигрышный вариант того, что зачем человеку какие-то интрижки на стороне, если у него есть эта интрижка дома. Вот в эти моменты такие смутные нужно начать делать вот это. И тогда вы сможете, ну, знаете, как это громко сказано перехитрить судьбу, это может быть никакая не судьба, что кто-то там с кем-то заинтересуется, но просто самому стать на роль этого человека. Вот. Такой вот вам прогноз, дорогие друзья. Будьте внимательны, будьте счастливы, идите к своим целям и будьте внимательны к своему партнёру и к себе. Такая вот у вас интересная неделька. Я желаю вам удачи и до новых встреч!